Привет всем! Я очень рада вас видеть на канале Selling Studio. Как вы знаете, меня зовут Аня, и так как сегодня четверг, это значит, что мы опять выпускаем наше видео из нашего проекта по изучению английского мира, всё, что с чего-чего связано с Англией, англоговорящими странами, с культурой этих стран. А так как недавно мы праздновали Хэллоуин, сегодняшнее видео будет опять посвящено этому празднику. Почему опять? Потому что я так захотела это раз. Во-вторых, потому что мне кажется, что сама атмосфера Хэллоуина настолько магическая, настолько мистическая, настолько загадочная, что посетить этому празднику всего одно видео – это настоящее преступление. И тем более, там уже столько всего можно изучать, рассказывать и показывать, что это, наверное, даже за месяц просто, ну, не расскажешь. Итак, давайте начинать! Вы опять видели мою любимую хэллоуинскую заставочку. Господи, как она мне нравится, вы себе не представляете. Особенно эта вставочка с песней Мерлина Мэнсона «This Halloween». Итак, сегодня я вам хочу рассказать о некоторых интересных традициях празднования Хэллоуина в разных странах мира. О том, как празднуют Хэллоуин, я думаю, все примерно знают на самом деле. Проходят разные конкурсы, фестивали, совместные просмотры фильмов, какие-то, не знаю, как сказать, аттракционы ужасов, потом комнаты страха, скажем так, организовываются повсеместно. Но в каждой культуре есть своя изюминка. О разных изюминках, скажем так, английской культуры вы можете... Празднование Хэллоуина в Англии, в США вы можете поговорить с нашими учителями во время уроков Celling Studio, а я вам расскажу о том, как празднуется Хэллоуин в других культурах, у других народов. Почему бы и нет? На самом деле это не менее интересно, не менее увлекательно. Но, прежде всего, я вам хочу поделиться, скажем так, необычным фактом, который я буквально вот узнала вчера, скажем так, во время поиска информации для сегодняшнего видео. На удивление, тыква не всегда являлась символом Хэллоуина. Вы подумайте, как так? Тыква и Хэллоуин — это просто два неразделимых понятия. Но на самом деле изначально символом Хэллоуина у кельтов, а как вы знаете, именно у этого народа зародилась традиция празднования Хэллоуина. Символом праздника была барабанная дробь, обыкновенная картошка. Вот вы представляете, моё, я не знаю, некое разочарование, некое такое вот замешательство, когда я прочитала этот факт. И все мои друзья, кому я об этом рассказала, были просто такие... Они просто были настолько озадаченные, такие... Как так? Как? Вот мой мир перестал больше никогда не быть прежним. Ну, а после этого нашего маленького факта, интересного факта, неожиданного факта, давайте начнем наше путешествие по всем уголкам Земли и узнаем, как же празднует Хэллоуин в разных странах мира. Итак, начинаем! Я думаю, что наиболее логично начать наше путешествие именно с Европы. Ну, во-первых, конечно же, именно в Европе зародилась традиция празднования Хэллоуина. Во-вторых, мы живём все в Европе. Да, поэтому наша точка, скажем так, наше начало путешествия – это город Кичнев. Первая страна, которую мы сегодня посетим – это наши соседи Румыния. Итак, на самом деле празднование Хэллоуина в Румынии не особо отличается от нашего с вами Хэллоуина. То есть организуются, скажем так, дружеские посиделки, люди устраивают конкурсы костюмов, конкурсы причесок, конкурсы грима и так далее. Но есть одна особенность. Как вы знаете, в Румынии расположен замок графа Дракулы, он же Влад Цепер. Как вы знаете, это был кровожадный правитель Румынии, который не знал просто пощады тем, кто ему не угодил. И румыны, и на самом деле и не только. Приезжают люди из нашей страны, из соседних стран, потому что имя Влада Цепиша окутано тайной, мистикой, не знаю, разными интересными историями, и все хотят просто прикоснуться к этой атмосфере ужаса, которая царит в его замке. А может быть, и не только атмосфере, а может быть, там реально живет ужас. Но мы этого не знаем. Итак, то есть люди очень часто совершают, паломничество, скажем так, к данному месту. И именно замок Дракулы является сердцем Хэллоуина в Румынии. В Германии, в свою очередь, сложилась подобная ситуация. Опять же, люди в своем большинстве не особо празднуют данный праздник. Понятно, конечно же. Все равно улицы некоторые украшаются, кафе создают антуражную атмосферу. Не знаю, в разных моллах, как у нас, проходят конкурсы костюмов, фестивалей причесок и так далее. Но в Германии есть, опять же, свой центр сосредоточения Хэллоуина. И это замок Франкенштейна, который находится в Даромштадте. Следующей страной в нашем списке становится Ла Франс. Итак, во Франции Хэллоуин, скажем так, празднуется немножко масштабнее, чем в Румынии и Германии вместе взятых. Существует несколько городов средоточения Хэллоуина. Можно выразиться и так. Основным местом средоточения Хэллоуинской нечисти является, конечно же, Диснейленд, который в ту ночь преобразуется просто вообще до неузнаваемости. Там вы можете увидеть различные страшные аттракционы комнаты, появляются комнаты страха, появляются... По всему парку гуляют ведьмы, не знаю, призраки, колдуны, дьяволы, и, возможно, какие-то, наоборот, представители светлой силы. И все они создают уникальную атмосферу французского Хэллоуина. Но что конкретно меня вот больше всего поразило, во Франции есть особый легенд. Когда-то, а точнее в 1939 году, во Франции существовало... Сейчас скажу... Точнее, не существовало. И существует отель Голливуд, в который в 1939 году в его башню попала молния. И все... Вся эта башня, все люди, которые находились в лифте этой башни, таинственным образом исчезли. Сегодня, скажем так, эту легенду превратили в очень увлекательный аттракцион, который называется «Башня ужаса». Сейчас антураж аттракциона данного похож на... Скажем так... Похож на тот самый отель с обожженными стенами, с обожженным лифтом. И все люди, которые задействованы, скажем так... Не сказать, что в массовке, все главные действующие лица данного представления представлены с обожженными лицами, в обожженной одежде, с обожженной кожей. И все это выглядит, на самом деле, как бы мне очень атмосферно. И я бы действительно хотела бы побывать в этом месте на Хэллоуин. Хэллоуин в Испании немножко отличается от вообще общеевропейского, скажем так, Хэллоуина. Он отличается тем, что традиционно 31 октября в Испании празднуется «El Dia de los Muertos» или «День усопших по-нашему». То есть в этот день вся семья, все друзья собираются и вспоминают своих родственников, друзей, знакомых, ушедших в другой мир. Но в последние годы хэллоуинская атмосфера, хэллоуинский антураж, привычный нам Хэллоуин проник и в эту страну, и поэтому многие испанцы уже празднуют привычный нам Хэллоуин. На этом, наверное, мы закончим наше путешествие в Европу и посетим следующий континент. То есть мы прилетаем через океан и приземляемся в Южной Америке. На Южноамериканском континенте мы посетим, к сожалению, лишь одну страну, и это Боливия. Но она, точнее, празднование Хэллоуина в данной стране привлекло меня больше всего. В Боливии Хэллоуин празднуется на неделю позже. Точнее, это, скажем так, аналог Хэллоуина в Южной Америке. В этот день вся хэллоуинская атмосфера сосредоточивается на центральном кладбище, называемое Ла-Пасе. Итак, все боливийцы, ну, точнее, те, которые празднуют этот праздник, 9 ноября собираются на кладбище и традиционно украшают черепа своих усопших родственников. Черепа, скелеты приносят им сладости. По древней боливийской традиции, скажем так, не знаю, вообще можно так ли говорить, по древней традиции считается, что на самом деле у человека 7 душ, и когда он умирает, одна из душ остается в скелете. Именно поэтому боливийцы так, скажем так, трепетно относятся к скелетам своих родственников и ежегодно их посещают. Ну, а мы путешествуем дальше. Следующий у нас по курсу Азия. Первым мы посетим Китай. В Китае традиция Хэллоуина на самом деле, по моему мнению, не очень красивая. Данный праздник в Китае называется Тэньчэ, если я, конечно, правильно произнесла. И атмосфера данного праздника очень отличается от привычной нам хэллоуинской атмосферы. Здесь отсутствует жуткая атрибутика, здесь нет жутких костюмах, всего этого хоррора-антуража, скажем так. Нет, это не про Китай. Но вообще, как вы можете сравнивать Поднебесную и на самом деле вот такие вот костюмы? Нет, по-моему, это две вещи несовместимые. Итак, в Китае своя уникальная традиция. Китай в этот день, подобно людям из Боливии, люди вспоминают своих умерших друзей, родственников. И в этот день они украшают всё цветами. Более того, буддийские монахи, скажем так, пускают по воде лодочки, которые, скажем так, лодочки с бумаги, которые они называют лодками судьбы. Они с наступлением сумерек их поджигают и считают, что дым помогает духам, помогает заблудшим душам подняться к небесам. Япония это, наверное, одна из самых прогрессивных стран азиатского мира. Поэтому неудивительно, что Хэллоуин в Японии отмечается не менее масштабно, чем в США. В Японии, однако, существует одна небольшая особенность. В Японии не распространено выпрашивание сладостей у соседей, у незнакомых людей. Всё почему? А потому что японцы считают это немножко некультурным, скажем так. Их народу не присуще вот такое вот, как они называют это, наглость, вторжение в личное пространство незнакомых людей. Вместо этого японцы просто обмениваются конфетами со своими друзьями, коллегами и родственниками. Что, по-моему, довольно не менее весело, не менее атмосферно, не менее по-хэллоуински. Я не хотела включать в наше путешествие страны Северной Америки, потому что всем понятно, как празднует Хэллоуин в Канаде и в Америке. И, точнее, в США, имею в виду. Наверное, США это первая страна в моём списке, лично персональном хэллоуинском списке, который я бы хотела посетить. Очень хочу посетить США, конкретно в ночь на 31 ноября. Это просто было бы офигенно. В нашем списке путешествия осталось только два континента. Ну, я думаю, я Антарктиду не рассматриваю, я думаю, всем это понятно. Австралия и Африка. К сожалению, хэллоуинские традиции ещё не проникли, скажем так, вглубь сознания местных людей. Поэтому празднования Хэллоуина в данных странах ограничиваются лишь какими-то жалкими подобиями карнавалов в местных моллах, украшения витрин, создания некой хэллоуинской атмосферы в кафе. Но это, скорее всего, сделано только с коммерческой точки зрения, нежели с той точки зрения, что это соответствует настроению народу. Нет, это просто желание местных бизнесменов заработать на таком имени, как Хэллоуин. То есть, к сожалению, наше путешествие оканчивается всё-таки в Японии, и наше видео оканчивается тоже в Японии. Я надеюсь, что вам понравилось это видео, и я надеюсь, что вы составите свой персональный хэллоуинский список, список стран, список мест, которые вы хотите посетить на Хэллоуин, и что однажды ваша мечта реализуется, что в каждом пункте этого списка появится галочка. Всего хорошего и весёлого Хэллоуина! Точнее, конечно, прошедшего весёлого Хэллоуина, но мало ли у кого ещё впереди вечеринки. Субтитры создавал DimaTorzok